И к другим событиям. Центральный рынок – одна из ключевых остановок общественного транспорта Риги. При этом находиться на ней невыносимо. Остановку буквально захватили бездомные. Они проводят там дни и ночи. Пассажиры жалуются на запахи и асоциальное поведение. А что делать? Репортаж Евгении Копыловой. Воняет! Не ругайся! Не ругайся! Нет, не бейся, такие люди. А я не выпила, нет? Да, гладь, как бы всё. Что ты не даёшь самих выпить? Сейчас мы споём. Сейчас мы споём. Так остановку у Центрального рынка встречает всех прохожих. Застолье прямо на скамейке. Те, кто ждёт общественный транспорт, стоят вдалеке. Я осталась на улице. Скажу, как есть. Я стала бомжом. У меня нет ни цента. Ничего у меня нет. Я не сижу нигде. Я только стою на ногах. Потому что вот так. Почему? Ну, потому что нельзя сидеть тут никому. Мне полиция предбудила, чтобы никто там не сидел. Да, наша Гоголя. Не разрешают на скамейку сидеть? Нельзя вообще сидеть. И всем скажи. Всех гоняют. Не только меня. Я там вообще не подхожу к скамейкам. Но, похоже, гоняют недостаточно. У кого ни спроси, это место пытаются обходить стороной. Терпеть не могу Центральный рынок. Ужасное, видите, место какое. Неприятное. Нет, просто толпа. Мы сюда только по необходимости приезжаем. Вы тоже подальше от скамейки? Да, конечно. Вы там были? Вам амбре понравилось? Ну, это почти Версачи, Гуччи. Все в порядке. Нюхай. Постоите 10 минут рядом с ними, так же пахнуть будете. Крути постоять. Да, вот с больными ногами приходится стоять. Потому что там невозможно. Видели, я прошла, там такой запах, что просто не-не-не. Я понимаю, что там людям тяжело. Но где-то надо какие-то определенные места для посиделок устраивать, но не на остановках. Секрет, почему бездомных так много именно на остановках, рядом с Центральным рынком, прост. В пяти минутах ходьбы находится приют. И присесть здесь негде. Так что варианта два. Налево пойдешь, остановку найдешь. Направо набережная с длинными и удобными скамейками, где можно поспать. Меньше чем за час съемок к приюту подъехало пять полицейских машин. Все с пьяными пассажирами. Оказывается, неспроста. Приют рядом с Центральным рынком единственный в городе, куда везут тех, кто явно перепил. В полиции говорят, это борьба с последствиями. Быть бездомным не преступление. Поэтому полиция может лишь следить, чтобы не было нарушений общественного порядка. Задача полиции в этом случае следить за порядком. Например, в общественном месте нельзя употреблять алкоголь и спать. Полиция регулярно патрулирует улицы, ведется видеонаблюдение. В том числе на остановках около Центрального рынка. Если там выпивают или дерутся, выезжает патруль. А что с этим делать? Есть планы переместить приют около рынка. Но с этим сложно. Эту проблему мы очень пытаемся решать, чтобы где-то уже не в центре, чтобы был этот приют. Но когда мы где-то уже ищем места, тогда уже все, например, у нас было, ну уже, по-моему, две адресы мы ехали. Но сразу тогда уже общество говорит, нет, 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 только не к нам этих бомжей. Мы можем переместить этот приют на Румбулу, но они все равно, эти люди все будут на общественном транспорте ехать в центр. Потому что люди такие скопляются в центре всегда, во всех городах. Поэтому это только переместить, это не решит проблему. Председатель комитета по социальным вопросам Вестурск Лейнбергс говорит, что над решением проблемы сейчас работают и даны задачи департаменту благосостояния. И уже на следующей неделе там обещали отчитаться. Ну а пока в Рижские приюты доставляют бездомных примерно 5000 раз в год. Не мы какие. Машина, на кей. Жизнь такая. Евгения Копылова, Мария Сюргенсонс, Латвийское телевидение.